не стать целью противника. Смотрите, дело в том, что эти гаубицы могут работать каждая как отдельный огневой комплекс. То есть она может самостоятельно, аппаратура этой гаубицы позволяет готовить данные для стрельбы и наносить поражение одной цели отдельно от всей батареи. И еще у нее есть особенность, она может производить три выстрела за 15 секунд, а потом темп стрельбы у нее может соблюдаться пять выстрелов в минуту. Если мы говорим о том, что на огневой позиции сегодня можно более-менее безопасно находиться где-то 3-4 минуты, не более того, потому что примерно через столько прилетает первый снаряд в ответ, то для панцергаубицы она за 3 минуты может выпустить 18 снарядов. Если говорить в целом о том, какое вооружение в данные минуты поступает на украинский фронт, фактически в распоряжение украинской армии, какие единицы стоит вообще выделить? Потому что, да, действительно, нашумевшие, конечно, и Байрактары, на которые сейчас собирают, кстати, вновь стартовал сбор, теперь уже в Польше активисты собирают деньги, да, и, конечно же, другие системы, но, быть может, не столь нашумевшие, но все-таки важные для украинского войска единицы. Вот что можно выделить? Ну, выделить, в принципе, у нас самое главное, что можно выделить, это артиллерия. В принципе, артиллерия на сегодняшний день дает нам возможность вытягивать паритет на отдельно взятых направлениях за счет своей точности, дальности и эффективности стрельбы. Действительно, они, одна гаубица может заменить несколько старых советских гаубиц. Вот, поэтому я бы отдал приоритет именно артиллерии, на втором месте поставил бы беспилотники, потому что они все-таки относятся тоже к высокоточному оружию, и их эффективность, ну, недооценить просто невозможно. Хотя, смотрите, вот перевооружение на западные образцы, оно качественно меняет вооруженные силы Украины. Оно открывает нам более широкие возможности в плане нанесения огневого поражения противников, причем дистанционного нанесения поражения, что спасает жизни наших солдат и облегчает задачу пехоты на переднем крае по ведению обороны или контрнаступательных действий. Также важны же системы противовоздушной обороны, и, насколько нам известно, сейчас речь идет об этих системах НАСАМС, исправьте меня, если я неправильно назвала их. Говорят, что украинские военные уже проходят обучение на этих ракетных установках, и вот тут вот хотелось бы от вас услышать о преимуществах этой техники и позволит ли она сбивать большее количество ракет, которые летят сейчас на Украину со стороны России и со стороны Беларуси также? Смотрите, система НАСАМС уже предназначена для борьбы с ракетами, как баллистическими, так и крылатыми. То есть это уже элемент противоракетной обороны. Это то, что мы с вами ранее говорили, что у нас есть система ПВО, нет системы ПРО. Так вот, НАСАМС – это уже элемент противоракетной обороны. Ну, для, допустим, примера можно сказать, что реакция на появление цели у этой системы полсекунды. Если цель появляется на экране, через полсекунды уже есть данные по этой цели. Через 10 секунд улетает ракета, которая идет на перехват цели в виде самолета или в виде ракеты. Единственное, что НАСАМС – это система ближнего радиуса действия и дальность ее действия – 40 километров. Но зато высота ее действия – 16 километров. То есть особенно баллистические ракеты, которые летят по математической траектории, поднимаются довольно высоко вверх, вот она как раз у нее есть возможность их засекать и перехватывать. И так что, если говорить об элементах ПРО, то да, мы начинаем получать современные противоракетные системы, которые будут постепенно наполнять нашу систему противовоздушной обороны. Ну, а полном закрытии неба, да, то, о чем мы говорили в самом начале, нет, ну, смотрите, 40 километров дальность – это значит, в радиусе 80 она закроет, да. Допустим, один крупный город, да, она может закрыть, если там поставить 2-3 батареи. Но в масштабах страны нам надо сотни таких систем. Вот в чем вопрос. Или надо тогда договариваться с партнерами о поставке нам систем дальнего радиуса действия, типа ШАД, типа Патриот, Ирис тот же можно, но, опять же, их нужны десятки для того, чтобы создать единую систему противовоздушной и противоракетной обороны в стране. Я думаю, это, наверное, станет заданием номер один по окончании войны. Мы наконец-то поймем, что надо сначала построить оборону, а потом уже все остальное. Олег, ну, а о том, что сейчас происходит на фронтах, давайте также поговорим. Начнем с Лисичанска. Там россияне пытаются блокировать город, взять под контроль также дорогу Лисичанск-Бахмут. Это сводка из генштаба. Ну, давайте, вопрос простой, но задача, наверное, не такая уж и простая, да, но необходимая. Как этого избежать? Да, действительно. Вот, в принципе, два места у нас, это в направлении долины, на славянском направлении, и вот юго-западная окраина Лисичанска, где российские войска пытаются перейти дорогу Лисичанск-Бахмут, хотя это уже сегодня не дорога, это уже рубеж обороны. Мы занимаем оборону вдоль всей трассы на господствующих высотах, и россияне пытаются ее перерезать не для того, чтобы прекратить снабжение, а для того, чтобы попробовать окружить наши войска. И вот два места они используют. Это юго-западная окраина Лисичанска, и там уже вторые сутки, второй раз мы отбиваем их не атаки, они возвращаются на исходную. И в районе Бахмута они пытаются тоже штурмовать для того, чтобы попытаться с той стороны, может быть, там у них получится пройти перед Бахмутом по трассе М-03 в направлении Славянска для того, чтобы замкнуть кольцо вокруг нашей группировки войск. Но пока мы держим оборону, у нас есть успехи в том, что мы наносим потери и отбиваем все атаки противника. Насколько рисковано повторение того сценария, который мы уже видели по Северодонецку, когда довольно длительное время держалась оборона, и, как мы сами слышали в Генштабе, просто позиции, укрепленные позиции, где войско стояло, все это было разрушено, и потом было отступление. Вот есть ли этот риск, и как его избежать в Лисичанске? К сожалению, риск этот есть, и избежать его нам не удастся. Почему? Потому что вот в этом случае, к величайшему сожалению, из-за того, что нам не хватает огневых возможностей той же артиллерии, Россия пытается нам навязать свою войну, ту, которую она умеет вести, а именно вот тактику выжженной земли, тактику огневого вала. Полное разрушение, уничтожение позиций и выдавливание наших войск, именно огневым валом выдавливание наших войск с позиций. Поэтому здесь только надежда на подкрепление в плане наших партнеров. Чем больше нам будет дано артиллерийских систем, тем больше шансов выстоять на позициях, и тем больше шансов успешно провести контрбатарейную борьбу с артиллерией Российской Федерации. Я еще коротко, если говорить о фронтах, хотела уточнить по ситуации в Славянске, потому что сегодня мы разговаривали с главой военной администрации Донецкой области, и он говорил о том, что сейчас начинают обстреливать Славянск со всех установок, которые могут дотянуться до украинского города. Вот объясните, пожалуйста, и вот эти шаги российской армии. Российская армия ведет же войну не с вооруженными силами Украины. Она ведет войну на уничтожение нас как нации. Поэтому они не считаются с потерями. Еще во вторую неделю войны у нас пришла информация, инсайдерская правда, о том, что Путин сказал не считаться с потерями среди гражданского населения. А сейчас они перешли вот к самой жестокой тактике, к самой жестокой тактике. Это, скорее всего, была тактика Второй Чеченской войны. Чем больше убьем, тем спокойнее будет. Поэтому они, как только у них появляется возможность наносить нам огневое поражение в городах и среди гражданского населения, вместе с вооруженными силами Украины или без них, они сразу же переходят к этой тактике. Вспомните Лисичанск. Как только стал вопрос о том, что мы будем выходить из Северодонецка, сразу же начались массированные обстрелы Лисичанска как авиации, так и артиллерии. И город практически стирается с лица земли. То же, что было в Мариуполе, то же, что было в Северодонецке, то же сейчас, что происходит в Лисичанске. К сожалению, Россия теперь дотягивается и до Славянска. А вот мы просто, я прошу прощения, коротко еще тоже. Мы так вот часто говорим о том, что Россия меняет тактику. Да, сейчас они используют вот эту вот тактику, применяют массового террора. А можно предугадать, какой шаг, какая тактика может быть применена в дальнейшем, после вот этой вот? Трудно сказать, потому что, на мой взгляд, более жесткой тактики уже не существует. Кстати, недавно на этой неделе был назначен новый командующий, вроде каким стал генерал Суровикин. Это командующий Воздушно-космическими силами России. Кстати, именно этот генерал предложил стереть город Талеба с лица земли и наносить удары именно по школам и больницам, для того, чтобы выбить ополчение и жителей города, и самого города. Что Российская Федерация и сделала. Олег, еще коротко попросим прокомментировать ситуацию, а точнее угрозу на Западе со стороны Беларуси, потому что вот знаем, что сегодня из Львовской области доносятся такие новости, укрепление строят, да, но тут же вопросы по Волынской области и вообще по самому риску. Насколько он велик сейчас? Ну, риск остается, несмотря на то, что мероприятие по подготовке армии продолжается белорусское, риск, на мой взгляд, риск остается 50 на 50, потому что, с одной стороны, он усиливает войска и готовит их, а с другой стороны, он отдает боеприпасы и технику российской армии. Никто не отдает боезапас перед тем, как собирается начать войну. Да, услышали. Благодарим вас за ваше пояснение. Я напомню, Олег Жданов, военный эксперт, с нами на прямой связи. Мы же двигаемся дальше. НАТО расширяется и меняет стратегию. В Мадриде продолжается исторический саммит Альянса. Швеция и Финляндия присоединяются к нему с рекордной скоростью. Россия больше не партнер, а главная угроза. О чем еще заявили лидеры стран НАТО во время второго дня саммита, расскажет корреспондентка «Радио Свободы» Заряна Степаненко, которая уже подключается к нашему эфиру. Заряна, здравствуй. Пожалуйста, рассказывай, эфир твой. Здравствуйте, Катя, Олег. Россия хотела вокруг себя получать меньше НАТО, но получит наоборот больше. Потому что из-за войны в Украине Швеция и Финляндия поняли, что нейтралитет, которого Финляндия придерживалась десятилетиями, а Швеция и вообще столетиями, это по сути синоним к уязвимости. И сегодня их после нескольких месяцев блокирования вступления Турцией наконец официально пригласили присоединиться к НАТО, потому что накануне неожиданно, по сути, даже для самого Альянса Турция свои блоки сняла, потому что удалось договориться. Консенсус теперь есть. И это будет наиболее оперативный процесс вступления в истории Альянса. А политическая воля не тормозить его, ведь решения еще должны, напомню, ратифицировать парламенты всех 30 стран-союзников, есть, сказал сегодня Генсек. Украине НАТО по-прежнему предлагает открытую дверь. И эту политику сегодня раскритиковал Владимир Зеленский, который обращался к союзникам по видео. Риторически спрашивал, что, мол, вот разве недостаточно платит Украина, чтобы больше не быть серой зоной между Россией и НАТО, и что необходимо сделать еще для того, чтобы это прекратилось. Ну и озвучивал Владимир Зеленский, что Украине еще нужно, чтобы в данный момент эффективно противостоять сейчас России на поле боя. Это более современная артиллерия, а также противоракетная и противовоздушная оборона. Расстояние от Киева до Мадрида меньше, чем дальностях ракет, которые применяются против нас. Разве может одно государство ответить на такую угрозу без помощи партнеров? И она не хочет останавливаться на Донбассе или где-нибудь на юге Украины. Она город за городом хочет поглотить всех. Всех нас, потом всех в Европе. Всех в Европе, кого руководство России считает своей собственностью. Союзники это понимают лучше, чем когда-либо. И Россия больше им не партнера с серьезной угрозой их безопасности. Отныне это ее официальный статус в стратегической концепции НАТО, который утвердили сегодня на последующие 10 лет. На практике это означает то, что теперь силы быстрого реагирования Альянса в Европе будут в 7 раз многочисленнее и в случае чего смогут моментально десантироваться на Востоке. Укрепляют и поддержку Украины. Согласовали союзники комплексный пакет помощи, включающий топливо, защищенные средства связи, медицинское оборудование, оборудование для борьбы с дронами. И вообще готовы также в Альянсе бессрочно поддерживать Украину, потому что понимают, что от того, каким будет исход войны с Россией и Украиной, будет зависеть и стабильность в Европе. Войны непредсказуемы, но мы должны быть готовы к долгому пути. И это был месседж, посланный всем нам в зале президентом Зеленским. Наш ответ был – да, мы готовы, потому что они борются за свою независимость, но они также борются за ценности, важные для НАТО. Вы, наверное, обратили внимание, что в пакете поддержки Украины от Альянса нет летальной помощи, но это летальное оружие Украина получает на самом деле на двусторонней основе от союзников. Например, Норвегия сегодня объявила о передаче трех реактивных систем залпового огня, и Германия и Нидерланд накануне совместно объявили о том, что передадут Украине шесть самоходных артиллерийских установок. Будет также современная противовоздушная оборона, о которой, как вы слышали, просил Владимир Зеленский, и будет она в новом пакете помощи от Соединенных Штатов, и в администрации президента ожидают, что его согласуют до конца недели. Впрочем, важно не только что, но и когда дают Украине, и это отлично понимают на восточном фланге НАТО. Очень важно обеспечить более быстрое принятие решений. Мы в курсе, что Украине критически необходимо военное оборудование, особенно тяжелое вооружение. Но иногда бюрократия занимает столько времени, что в результате оказывается, что невозможно этой помощью обеспечить Украину как можно быстрее. Решительно настроено в НАТО помогать, потому что понимают, что Украину нужно сейчас усилить на поле боя, ведь от этого напрямую зависит ее сила за столом переговоров. Ведь рано или поздно будет битва не солдата, а дипломатов, напоминал сегодня Генсек. И вот Альянсу важно, чтобы мир, соответственно, потом был на условиях Украины. Катя, Олег. Спасибо большое за информацию. Заряна Степаненко, корреспондентка Радио Свобода, была с нами на прямой связи с итогами второго дня саммита НАТО в Мадриде. Я бы сказал, с абсолютно исчерпывающими итогами, потому что действительно полностью вся раскладка, все мнения, все как следует. Огромная благодарность. Андрея Калан, официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки, присоединяется теперь к нашему эфиру. Приветствуем. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну начнем, наверное, вот с итогов и с позиционирования, я бы так сказал. Теперь Россия является уже официально для Североатлантического альянса стратегической угрозой, да, и это закреплено теперь уже. Что это меняет для стран НАТО и, конечно же, для Соединенных Штатов Америки в перспективе? Ну, то, что Россия официально является угрозой, стратегической угрозой, это, конечно, мы видим причины, почему составили это. И США продолжает поддержать Украину, оказывать помощь, военная помощь, военная помощь, военная помощь, так что с нашей позиции, наше отношение с Украиной не меняется из-за этого, но это, может быть, даже укрепляет, укрепляет даже больше отношения с Украиной. Вот то, что нам нужно делать, то, что... Хорошо, что лидеры встречались сегодня в Мадриде, что они могли бы сидеть за столом и говорить друг с другом, и говорит, как можно более оперативно передать Украине то, что нужно, как делать альянс сильнее, чтобы в дальнейшем не были угрозы от России в сторону Европы. Так что вот эта координация сегодня делает НАТО сильнее, делает Европу сильнее и поможет Украине более эффективно бороться с агрессией, с которой она сталкивается. Президент США Джозеф Байден также сегодня объявил об усилении присутствия Соединенных Штатов Америки в Европе из-за войны Российской Федерации, из-за этой агрессии. Также была уже реакция со стороны официально российской, да, там в Министерстве иностранных дел заявили о том, что будет ответ от Москвы. Они, знаете, в последнее время очень часто угрожают своими какими-то ответами на шаги, которые им не нравятся. Вот как на это реагируют Соединенные Штаты Америки и НАТО в целом? Наша цель укрепить альянс НАТО, укрепить безопасность в Европе. И, как президент Байден сказал, мы будем усилить присутствие на восточном фланге, будем больше оперативно работать с нашими партнерами в Англии, в Испании, в Италии, в Польше, в других странах. Самое главное здесь альянсы. Как Россия отреагирует на это, это их дела. Честно говоря, вот НАТО является оборонительным альянсом, не является угрозой для России. Наоборот, Россия показывает со своими действиями в Украине, что Россия именно является угрозой для всех нас. Также сегодня прозвучало заявление, это уже по итогу встречи, о том, что двери НАТО открыты, и Украина в перспективе может и станет членом альянса, но для этого необходимо победить в войне с Россией, и это Украина будет принимать решение, когда, каким образом интегрироваться. Вот на этом пути интеграции сейчас, кроме поддержки военной, кроме нашей самой главной цели, это победа над Российской Федерацией. Видит ли формы помощи для Украины НАТО и Соединенные Штаты Америки, когда речь идет именно о интеграции в Североатлантический альянс в перспективе? Помните, что помощь, которую США дает, это не только военная помощь, тоже помощь, гуманитарная помощь и прямая помощь, чтобы помочь Украине восстановить инфраструктуру и все это. Потому что то, что мы видим в страданиях из-за российской агрессии в Украине, после окончания войны нужно будет восстановить все это. И США готовы помочь столько, сколько понадобится. Так что мы, едины с Украиной, мы будем продолжать помочь. Сейчас, когда война идет, мы будем помочь, чтобы положить конец войне. И, конечно, после этого, чтобы Украина могла восстановиться и интегрироваться в демократическое мир. Андрей, еще хотели у вас уточнить. В мае месяце президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден подписал ленд-лиз. Это такой беспрецедентный шаг со стороны Соединенных Штатов Америки, шаг поддержки. В конце июня, в начале июля ожидали первые поставки по ленд-лизу, но вот буквально неделю назад сообщили о том, что он еще не начал действовать. Какая информация у вас есть и какой информации по поводу ленд-лиза вы можете поделиться с нами? Ну, точно дата, когда поставки по ленд-лизу начинаются, у меня нет информации об этом. Но хочу подчеркнуть, что кроме ленд-лиз есть и прямая помощь от Соединенных Штатов. И на прошлой неделе объявили 450 миллионов дополнительные. С 24 февраля уже больше 6 миллиардов долларов в помощи, военной помощи были оказаны Украине. Так что вот это, кроме ленд-лиз есть и другие источники. Так что будем продолжать это делать и мы ждем, когда уже начинаются первые поставки по ленд-лизу. Услышали. Благодарим вас за комментарий, за ваше время. Очень ценим то, что находите периодически возможность общаться с нами, разъяснять. Ну, я, если позволишь, Олег, поблагодарю вас отдельно за ваш сегодняшний наряд. В желто-голубых тонах это очень патриотично. Это правда. Правда, выражает поддержку для Украины в целом. Благодарим и вас, и Соединенные Штаты Америки в целом за поддержку нашей страны. Андреа Каллан была с нами на прямой связи, официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки.